Да, всех вас с праздником! Самый великый праздник, наверное, для тех же тех, кто наверное, как новость всех. И такой знаменательный день нам было честь проводить мастер-классы, еще и концерт. Я вот занимаюсь музыкой, наверное, уже лет 15 и первый раз играет 9 мая. Хотелось бы понять аудиторию. Мне кажется, что большинство людей пришло на именно вокал. Но вокал и ритм это в принципе не отдельно в Индии. Потому что в Индии все начинают с ритма. Перед тем, как начать заниматься на любом другом инструменте. И маленьких детей уже сразу с 3, даже с 4, как вот и раньше в моих глазах мой учитель занимается с учениками и дети его автоматически впитывают эти ритмы. Поэтому мы начнем, может быть, даже с ритма. И постепенно, когда я почувствую, что вы немного поняли, что это такое, мы пойдем дальше. Начнем заниматься вокалом. И если вы наберете на YouTube слово «канакол», вы увидите, что европейцы, которые этим занимаются, они в большинстве даже не перкуссионисты, не удасти, а инструменталисты. Кто прикладает в консерваториях, кто играет на гитарах. Поэтому «канакол» и то, что мы будем сейчас проходить, это не только обязательно нужно проходить барабанщиком, заниматься только те, кто хотят играть на ударах. Потому что все есть время и длительность. Соответственно, чтобы это чувствовать, нам нужно понимать, что такое ритм. Ритм есть все. Вы идете, поднимаетесь по ступенькам, это тоже своеобразный ритм. И чтобы даже слушать музыку более осознанно, очень хорошо понимать, что такое. Когда он внутри вас, вы будете слушать музыку по-особенному. То есть вы ее уже будете пропускать через себя. И понимать некоторые нюансы. Это я очень часто провожу со своими учениками. Мы иногда включаем музыку и просто слушаем ее. И какие-то моменты подчеркиваем. и практически любые мелодические фразы, они также проговариваются или пропевают. Поэтому ритм, он, как говорится, также важен, как и знания нотной грамоты и так далее. Вот. так получилось, что индийская традиция насчитывает поле... да, вот так. И как минимум, как минимум 3000 лет. Может быть и больше, но точно можно сказать 3000 лет. За 3000 лет естественно вот эта система, она видоизменялась и улучшалась, прогрессировала с разными этапами. Когда приходили монголы, появилась традиция Акхайл, это североиндийская традиция. До этого, до этой традиции больше преобладала ведическая, когда люди исполняли труповсти, это не так сильно привязано все к ритму, но при этом уже было понятие, что такое Тау, Тау это ритмический размер, в котором уже строятся все эти правды. До этого традиция ведическая несла больше религиозный характер, то есть все было привязано к мантрам, поклонению, и этот стиль можно назвать как фок или бачу. Люди воспевали цветные имена под какие-то достаточно простые ритмы, и инструменты были в большинстве это вина, рудра вина, сарасвати вина, и даже если смотреть на индийских богов, вы увидите что у каждого бога есть свой инструмент. Вина сарасвати вот флейта у крышки. Да, флейта, банцари, в Индии называют банцари, не флейта, банцари, сделанные из бамбука, красника. Варси это переводит тонкий. Да, и много историй, если читать ромайна, бамбука, бамбука, гита, где описываются сражения на Куркшетре, везде там были какие-то инструменты. Поэтому в течение многих тысяч лет это видоизменялось и в итоге сейчас вот у меня допустим инструмент называется табу. Не такой уж старый древний инструмент, всего лишь лет 500 максимум. И название табу это даже не индийское, а арабское. Когда монголы в Торглес в Индию, они тоже принесли свою культуру и уже смешали ее с индийской. И из этого родилась две как бы традиции южная и северная. И если вы поедете на юг и будете слушать классическую мудшку южную, вы увидите разницу между северной и Индией. Мы, конечно, все это будем обсуждать подробнее, но начнем с прямого повторения слогов. У каждого инструмента есть своя нотная грамота. Она проходит через речь. И каждый символ имеет свое название. Поэтому порой даже иногда что-то объяснить музыкантам легче через слова. какие-то слоги, чем показывать это по нотам или объяснять это ритмически. Потому что мы хотим играть не только может быть европейскую классику, иногда мы хотим что-то попробовать другое. Чтобы объяснить какую-то идею, порой легче объяснить это каким-то символом. Соответственно есть, я знаю, и в Африке какие-то элементы канакола. Но у меня друг был в Кубе, он сказал, что очень много заимствованы из индийской традиции. Я не знаю это как, потому что в то время торговцы между собой торговали и, соответственно, наносили какие-то моменты. Видимо, это как-то связано. Но очень много похожего с латинской музыкой, с африканской музыкой, с балканской музыкой. Поэтому практически через канакол мы можем прикоснуться к любой традиции. И настолько все очень просто получается объяснять через канакол, что иногда просто объяснив какую-то фразу ритмически, человек быстро ее схватывает. Потому что мы не можем взять сразу какой-то инструмент или барабан и попробовать это все сразу же автоматически сыграть. Но когда мы проговариваем, мы уже понимаем, о чем речь. Потому что внутри этих фраз есть определенные акценты. И все строится через акценты. Мы можем просто говорить, а можем ставить ударение, читать стихи. И вы уже будете по-другому понимать смысл этих слов и текста. Начнем с самого простого. Первое, чтобы чувствовать ритм, надо научиться просто хлопать правильно. И сейчас я вам объясню. Наверное, подойду я к этому с южно-индийской стороны. Карнатик называется. Карнатик музыка. Стиль карнатика. Первый тау называется Ади-тау. Это на 8 долей. То есть 4 4. Первая доля всегда отмечается хлопком. Раз. Потом следующие хлопки уже идут через пальцы. первый может быть через мизинец. 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Если заметили, я делаю 5 6 7 8 1 8 8 9 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4 1 1 2 4 4 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 3 4 6 7 8 1 2 3 4 4 5 Есть северная традиция, где копают немного по-другому, но даже северные музыканты используют вот этот принцип, потому что в принципе это восьмерка, и очень легко каждому музыканту объяснить в достаточно быстром формате, что нужно делать этнически. Значит еще раз. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 6 6 7 7 7 8 8 9 11 11 11 12 12 12 12 13 14 15 14 13 11 12 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 15 Лучше все на память. Вы сразу не можете там какие-то составлять тексты, слова и мысли правильно. Вам нужно это все постепенно делать. Поэтому с практикой вот эта тема отпадет у вас, и вы уже будете внутри чувствовать вот этот тал. И, соответственно, играя музыку, и даже слыша, как кто-то держит вам вот этот тал, вы будете смотреть просто на другого человека, который может вам показывать этот тал. И вы будете уже сами автоматически импровизировать, какие-то составлять свои лего-ритмы или мелодии на основе вот этих тал. Потому что люди настолько сильно привязаны к чему-то, что когда их просишь импровизировать, они не могут, они боятся, потому что у них нет вот этой базы. Им приходится все дописывать на ноты, запоминать очень много, и не выходя за рамки того, что они написали, соответственно, импровизировать. Тут просто у вас откроется возможность попробовать не запоминать все-все время, а открыть как бы такой канал, когда вы можете придумывать на ходу. Но чтобы это делать через ритмические слоги, это как бы такая поддержка для вас, как речь, музыкальная, вокальная речь, через которую вы научитесь придумывать свое. Это некий конструктор лего. Вам дают кубики разные, а вы из них составляете свои проекты. Вот этот ритм. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На это теперь мы будем давать свои обозначения, ноты, ритмические ноты. ТА-КА-ДИ-МЕ. Вы можете записать это, если вам трудно запомнить. В Индии вообще очень все просто. Вы приезжаете в Индию, и люди обычно думают, что приехав в Индию, и только там можно научиться всем этим знаниям. Но учителя настолько своеобразные в Индии, они же привыкли, что индийцы, они говорят на хинди, там, на других языках. И, в принципе, ТА-КА-ДИ-МЕ сказал один раз, все поняли, что это ТА-КА-ДИ-МЕ. Здесь, если я скажу много раз ТА-КА-ДИ-МЕ или какие-то еще другие элементы речевые, то вы будете долго обдумывать их, потому что это для вас очень непривычно. Поэтому будет уходить гораздо больше времени для вас, чтобы понимать, о чем мы тут говорим. А в Индии, если ты не сказал или не сделал сразу быстро, то цена, во-первых, поднимается, все равно ничего не поднимает белая обезьяна. Пускай вот тысяча рублей снял или рупий, и вот что сможет, то и унесет. И обычно поэтому европейцы уезжают в Индию на месяц, на два, и приезжают с такими знаниями, что можно просто зайти в YouTube, все это там уже написано, все расписано, и для этого необязательно надо было ездить в YouTube, к большому счету. Но некие нюансы только можно поднять с учителя. Поэтому мы просто сделаем этот мастер-класс, как вводный курс. И вдруг вам покажется это интересным, и вы поймете, как это можно применять, и тогда уже, соответственно, мы наверняка увидимся не раз. Значит, так-ка-ди-ми, 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 так-ка-ди-ми. Первое и самое простое. Выдерживаем этот тау и проговариваем это слово. Так-ка-ди-ми, 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 так-ка-ди-ми. Теперь давайте к этому вторую часть. Так-ка-ди-ми, так-ка-джу-не. Так-ка-джу-не. Или джу-на, как вам удобнее произносить. То есть здесь законов, как именно правильно это делать, нет. В каждом штате будет изменение. И вы будете просто путаться, а как же правильно. То есть нет определенных законов. Вот так-ка-ди-ми, так-ка-джу-не. Я лично подговариваю, как меня научить. Если вам так удобно, то хорошо. Значит... Так-ка-ди-ми, так-ка-джу-не. Так-ка-ди-ми, так-ка-джу-не. Так-ка-ди-ми, так-ка-джу-не. Так-ка-ди-ми, так-ка-джу-не. Теперь то же самое. Мы можем попробовать проговорить в два раза быстрее. При этом наши плотки и скорость остаются так больше. Така диме, така джуне, така диме, така джуне, така диме, така джуне. Теперь вы понимаете, что уже сложнее контролировать слабки и слова. Така диме, така джуне, така джуне, така джуне, така джуне, така диме, така джуне, така диме, така джуне. Такадиме, такаджуне, такадиме, такаджуне, такадиме, такаджуне. Вот. Это вот такой самый-самый простой момент. Просто приучать, вначале просто хлопать правильно. Не забываю вот эти моменты. И проговаривать какие-то самые простые моменты. То есть с акцентами на первой доле. Вот. Естественно, чуть больше я буду сейчас говорить о элементах, и это будет усложняться. Но так вы просто уже будете пробовать какие-то самые простые ритмы и просто проговаривать. Даже самые примитивные какие-нибудь инструменты берите. Даже если вы на чем угодно играете, просто барабан иметь дома. И вы уже будете понимать, как ровно хотя бы играть. Потому что человек приходит первый раз. У меня просто много очень учеников в Санкт-Петербурге. Абсолютно разнообразные. Приходят на один урок, иногда на два, потом уходят. И вот некоторые приходят, а так получается, что в старшую группу попали. И просишь попросить там самый простой ритм. Раз, два, три, четыре сыграть. Ровно. С руками. Така-ди-ми, 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 така-джу-ми. И вроде бы человек начинает играть, и раз, у него какой-то ступор, и он выключается. То есть он добивается с этого ритма. То есть это значит, что-то нарушено. Потому что каждый человек, он должен ровно, просто играть какие-то самые примитивные, простые моменты. Тогда у вас совсем будет другая жизнь, наверное, даже. И вот через речь это очень легко объяснить, потому что у меня несколько есть примеров. И один из них это мой товарищ, с которым я одно время играл. Это гусляр. И когда он познакомился со мной, он все время играл на гуслях очень красивые вещи, но никак не мог попадать в четверки. То есть вот эти така-ди-ми, он никак не попадал. Когда играешь в нем така-ди-ми, он вроде бы импровизирует, но никак не сходится со мной. Ни в ритме, ни в сильной доле. При этом играет очень ритмически красиво. И я ему попробовал вначале объяснить вот эту систему. Он как бы не понял ее совсем. Потом приехал известный барабанщик из Англии, Стив Смит, джазовый. Он входит в десятку лучших барабанщиков по нескольким там известным журналам. И тот объяснял, как чувствовать ритм, что для этого надо. И показывал прям живые примеры ритмические. Видео включал разные. Как оркестры это делают. В консерваториях. Есть в консерватории в Энхендаме, в Италии, еще где-то. Где просто преподают даже европейцы эти системы своим ученикам. Потому что многих нарушен. Просто в школе, в детстве как-то там дают. И человек даже не понимает, что он делает. То есть он это делает машинально. А ритм он дает чувство. Ощущение времени. И вот с такадыми, с такаджуно и другими моментами. Вам просто это будет быстрее и легче, наверное, понять. Вот, значит, на основе этих такадыми, такаджуно мы можем делать некоторые сбивки. Или паузы. Такадыми, такаджуно, такадыми, такаджуно. То есть уже теперь немного акцент для меня. Такадыми, такаджуно, такадыми, такаджуно. Такадиме, такаджуно, такадиме, 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 такадиме. Это уже некая сим-клопочка, которая с вашими клопками вы уже чувствуете не просто умом, вы уже чувствуете всем телом, что что-то меняется. И уже, соответственно, и акцент у вас будет получаться на любом инструменте, который вам нравится, или вы хотите освоить, уже вам будет легче понять не умом, а внутри, прочувствовать всем телом вот эту как бы маленькую сбивку. Вот, поэтому европейцы, практически Битлз, Харрисон, Лев Зеппелен, Фрипп и многие другие, они приезжали в Индию то, насколько мог, и просто изучали вот эти моменты. Поэтому даже очень много музыкантов, практически любая сейчас известная какая-нибудь звезда, особенно начало 90-х, я знаю точно, что этот человек там был, слышно даже. И просто, когда услышал, наверное, этот был. Потом посмотришь, в Google набрал, оказывается, человек едет в Индию. То есть, как-то это все равно связано. Макфейн, Джон Маклаушен, это вообще люди, которые этим только и делают, что понимаете. Вот, теперь еще раз попробуем вот эти простые Така Диме, Така Джуна, и мы пойдем дальше. Така Диме, Така Джуна, 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 Така Джуна ТАКАЧУНА ТАКАДИМИ Да, всё, достаточно. И если вы даже прислушаетесь, вы можете пропевать. То есть не просто говорить ТАКАДИМИ, а вы можете говорить ТАКАДИМИ. Какие-то делать уже некие слайды голосовые внутри вот этих проговорений. Как бы вот этих слогов вы можете даже как МакТейн открыть. Посмотрите, всё правильно. А теперь возьмём, в Индии это называется ТИСРА. Это триоли. Три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Слог такой может быть. Фраза ТА-КИ-ТЕ. ТА-КИ-ТЕ. Раз, два, три. ТА-КИ-ТЕ. 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 Всё очень просто. ТА-КИ-ТЕ. 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 Всё понятно. Можно акцент поменять не на ТА. Здесь чувствуется акцент ТА-КИ-ТЕ. А вы можете ТА-КИ-ТЕ. 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 Это уже другой акцент. Давайте попробуем теперь просто хлопать. Сейчас это вне ТА, вне восьмерочек. Потом это мы соединим. ТА-КИ-ТЕ. 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 Раз, два, три. Раз, два, три. ТА-КИ-ТЕ. 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 ТАКИТЕ ТАКИТЕ Теперь можно одну ТА убрать. ТАКИТЕ КИТЕ 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 Уже тело начинает работать, вам уже хочется раскачивать, потихонечку чувствовать, что это не просто кундарини поднимаются, то есть уже все, пошло тело, вам уже не хочется просто сидеть, это клопать, вам хочется уже это чувствовать. И вот это называется иконокол, то есть уже появляется внутренний такой танец. Давайте еще раз та-ки-те, потом та-ки-те, ки-те, ки-те, и дальше я вам дам продолжение. Три, четыре, та-ки-те, 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 теперь можно попробовать то же самое, проговорю в два раза быстрее. Таките, 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 таките... Это я просто пример погас Не надо за мной сразу Таките, 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 таките... ПОДПИСЫВАНИЕ 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 Хорошо. Теперь возвращаемся снова к бадди-тал, то есть к восьмеркам. Вы можете удивиться, но даже в четыре можно проговаривать такеты. Это тоже... Немножко вы смещаете уже акценты, то есть чувство немного, ритм меняется. И это тоже помогает. Вы продолжаете... Теперь вы уже считаете на восемь, да, четыре на четыре, но при этом проговариваете так. Вот эта скорость. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь у вас скорость не троечки, а я восемь. ПОДПИСЫВАНИЕ Лизгинка, пожалуйста. ПОДПИСЫВАНИЕ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот, теперь на основе «така» мы придумаем еще другой рисунок с другими акцентами. И это будет такое. Запишите медленно. То есть, повторяется первая фраза и третья фраза. Та-ки-те, та-ка, та-ки-те. Видите, вот эти «та» — это вам как бы подсказка, где делается акцент. Еще раз, медленно. Та-ки-те, та-ка, та-ки-те. Еще раз. Та-ки-те, та-ка, та-ки-те. Получается раз-два-три, раз-два, раз-два-три. Мы просто поделили вот эти «та-ки-те» и «та-ка» на две части. Получилось как бы три. Та-ки-те, та-ка, та-ки-те. Теперь мы с хлопками это делаем. Ра-ки-те, та-ка, та-ки-те, та-ки-те. Та-ки-те, та-ка, та-ки-те. Та-ки-те, та-ка, та-ки-те. Та-ки-те, та-ка, та-ки-те. Та-ки-те, та-ка, та-ки-те. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я просто сидел и проговаривал, хлопал, хлопал и думал, когда же мне дадут в руки инструмент, и я смогу играть. И когда мне дали этот инструмент, я уже там задыхался и начал играть, у меня появился действительно ритм. То есть если бы я начал сразу играть без проговаривания, у меня было бы совсем по-другому. Когда мне дали ритм, я уже внутри понимал, что я делал. У меня картинка была, и я просто взял и быстро уже сообразил, как пальцы надо делать, как их держать, и уже ритм сам пошел. Теперь более сложный мы попробуем, наверное, последний, может быть, можно назвать это третий элемент с таки-те. Сделаем таки-те-да. Та-ки-те-да. Запишите. Та-ки-те-да. В Индии говорят да, но они пишут латинскими DHA. Буквы буквы D как наше N и A. Дха. Как бы проговорили DHA, но H не слышно. И даже когда они говорят «да» на хинде, это «хэ», вы слышите как «хэ», без буквы «ха». «Да». Поэтому, может быть, у меня «да» не звучит как «да». «Да» немного имеет другой аромат. «Таките да». И теперь это сделаем в азитал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. «Таките да», 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 «таките да». И здесь вы уже помогаете как бы телом своим, при дыхании, вот эту пустоту заполнять. И другие музыканты уже будут ориентироваться на то, что ритм имеет свободу и дырочки, в которые можно тоже что-то свое. Теперь можно попробовать вставлять новый сон. Субтитры создавал DimaTorzok Вы уже слушаете то, что я играю, и вам интереснее становится, потому что вы понимаете, что мы на одном языке говорим. И вот так вот в Индии люди, когда они слушают музыкалы, они не просто сидят как в консерватории, слушают как концерты, а они соучастники. И у меня недавно был концепт в Деви, когда играли среди музыкантов, и это было очень потрясающе, потому что первый раз я играл соло, я играл на этом инструменте, со мной был человек, который держал мелодию, то есть там не хлопают, а играет мелодию, повторяющуюся все время. И как бы вы слышите, что это этот ритм мелодии, и, соответственно, я ориентируюсь под аккомпанемент. Внутри этого рисунка я импровизирую. И вот люди сидят там, а их большинство было, там человек 300, наверное, и практически все ряды первые, это музыканты, со стажем, лет 50-60, сами учителя, преподаватели. И это был такой день музыки, когда разные музыканты выходили на сцену, и так попросили через моего учителя, чтобы я приступил. В какой-то степени, как бы, я белый человек и популяризирую их культуру. И когда я играл ее, то много музыкантов, они уже, ты сыграл одну фразу, они из-за тебя там уже проговаривают. Сыграл какую-нибудь маленькую коду с акцентами и с остановками, да-да-туна-да, а там посчитал уже, раз-два, кричит там, да-да-туна-да, раз-два, да-да-туна-да, и там все аппетитсмены, там уже у всех все хорошо, все там встают, скакивают, типа, вот, сделаю это. Он попал сильно в долю, у него это было, и так со всеми музыкантами, поэтому они там скрикивают, там у них есть свои, у нас есть ура, у них есть там ва, там гиаваты, там ты сидишь, и у тебя прилив энергии, у тебя много новых мыслей, вот, и ты уже играешь с публикой, они с тобой, и они говорят с тобой на одном языке, и, конечно, тогда интереснее все становится, вот. И, вот, хотелось бы, конечно, когда-нибудь, там, может быть, получится так, что мы сделаем какую-то диссертацию, и будет это преподаваться в школах, эту методику возьмут в музыкальных училищах, и тогда, может быть, все будет по-другому. Будет, ну, народ больше улыбаться во время музыки. Вот, ну, в общем, это такая вот, такие примеры. Мы потом после вокала еще сыграем вам маленький кусочек из именно традиционной классики, и вы просто попробуете уже послушать в другом формате, с другими уже знаниями. Вот, мы попробовали таки-то да. Да, попробуем теперь это усложнить, потому что явно здесь разный уровень. Кто-то уже играл на табло, играет, кто-то играет на чем-то другом, и, может, у вас получится сделать этот рисунок не таким простым, а более сложным. Значит, мы возьмем вот эту таки-ты-да, и в конце добавим Так-а-та-ки-те, так-а-та-ки-те. Запишите, это последнее, что я буду делать. То есть, так-а-та-ки-те. Еще раз. Так-а-та-ки-те. Значит, полная связка звучит так. Так-и-те, так-а-та-ки-те, так-а-та-ки-те. Еще раз медленно. Так-и-те, так-а-та-ки-те, так-а-та-ки-те. Еще раз проговорим вместе. Именно вместе со мной. Три-четыре. Так-и-те, так-а-та-ки-те, так-а-та-ки-те. Вот так-а-та-ки-те само по себе это уже на пять. Раз-два-три-раз-два. То есть, на самом деле, вы можете использовать эти так-а-та-ки-те. Вот вчера одно-но пела, кто был на концерте, они играли одну песню с элементами на пять. И вы бы уже слушали и проговаривали вместе с ними так-а-та-ки-те. Вам было бы интереснее. Значит, так-а-та-ки-те, так-а-та-ки-те. Раз-два-три-четыре-пять. Раз-два-три-четыре-пять. Но внутри так-а-та-ки-те есть два-та. Так-а-та-ки-те. Раз-два-три-раз-два-три-раз-два-три-раз-два-три-четыре-пять. То есть, два акцента внутри этого рисунка. Так-а-ка. Три-четыре. Так-а-та-ки-те. Так-а-ка. Пока можно просто гопать на так-а-ка-та-ки-те. Так-а-ка-та-ки-те. Субтитры делал DimaTorzok 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 Другие акценты, немного все по-другому Другие акценты, немного все по-другому Субтитры делал DimaTorzok И когда я пробовал на этом инструменте изучать именно их традицию, то я понял, что все одинаково. Просто другие позиции пальцев и другие акценты. У них там есть и размерчики у них там на 12. Вот, но все очень похоже. То есть практически, когда я начинаю что-то пробовать другое, допустим, так получилось, что пригласили музыканты, где они хотят попробовать фламенко, дать немного именно традиции фламенко. Раз, я пробовал какие-то моменты, включаю известных мастеров и просто слушаю и понимаю. Здесь вот они сыграли такадыми, здесь такатакиты, это все просто помешали. И вам нужно это уже пальцами выделять с помощью, а текст, вот эти слоги, они вам помогают как бы сохранить то, что вы увидели внутри и реализовывать уже на своем инструменте. Вот, это такатакиты. Теперь как это такатакиты можно вместить в 8 долей? То есть мы раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 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 раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восем Смотрите, здесь уже нужно просто повнимательнее. Первая фраза у нас была «таки-то да». Вы проговариваете два раза полностью. «таки-то да». «таки-то да». И на третий раз «таки-то да», но уже без «да». Потому что следующая фраза это уже на пять. «така-таки-то», «така-таки-то». Получается так. Первый акцент. «да», «таки-то да», «раз», «таки-то да». Та-ки-те-та-ка, та-ки-те-та-ка, та-ки-те-та-а. И это так же играется, если выбрать чуть поменьше скорость. У вас уже появилось как бы разнообразие, не просто играть на сильной дольке. Но внутри этих четверочек, восьмерок вы можете вставлять разные ритмические змейки и с помощью них уже импровизировать. Вот это как бы некое отклонение от четверок. То есть, да, таки-ти-ти-да, вы можете просто пробивать всегда. Таки-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти- Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Играет музыка 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 Играет музыка